Всем добрый день! Меня зовут Сударикова Елена. Я много лет работала старшим научным сотрудником в Дарвиновском музее, закончила биофак МГУ по специальности антропология. Я обладатель нескольких премий, в том числе я лауреат премии лучший экскурсовод и обладатель премии комиссии РАН по популяризации науки. Сегодня я проведу для вас лекцию, которую я назвала марш прогресса. Она призвана описать все стадии, которые человек прошел в ходе эволюционного процесса, вот от такой обезьяны настоящей до человека, каким мы привыкли его видеть. Я выбрала название в связи с картинкой, которую можете видеть на экране. Эта картинка простенькая, базовая, школьная, так сказать, и она не совсем верная, потому что самый далекий от меня персонаж, соответственно, четвероногий, сейчас уже отменен. Скорее всего, там должен быть длиннорукий достаточно. Длиннорукая обезьяна, которая сидит на дереве, а вовсе не четвероногая, ходящая по земле, похожая на маленькую гориллу или на крупного шимбонзе обезьяна. Но, тем не менее, эта картинка очень популярна. Она разошлась в интернете, и это такое базовое представление о том, какие стадии человек прошел в ходе своей эволюции. «Марш прогресс» — это название она получила при первом полном, подробном ее издании. В 1965 году Рудольф Заллингер для издательства «Лайф» в огромном многотомнике отрисовал всю, просто целиком, последовательность стадии превращения обезьянов в человека. Здесь несколько тупиковых веток. Не все, кто изображен на этой картинке, наши предки. Но в 1965 году еще не было понятно, кто из древних обезьян является нашим предком, а кто просто тупик. Для таких исследований всегда нужно много достаточно времени. И здесь как раз хорошая обезьяна начинает все это действие. Это проплиопитек, который, соответственно, с него все начинается. Он маленький, и он идет, подняв вот так вот высоко свои ручки. Это дуногая обезьяна принципиально, но она древесный образ жизни уйдет. То есть не четвероногая на земле, а двуногая висит в ветвях. На самом деле это довольно свежая, что ли, для антропологии мысль, что наши предки не были четвероногими, и они не распрямлялись постепенно. Они сперва упрямлялись на дереве, потом спустились, начали двигаться. А вот до середины, до надрыва на этой картинке, это скан из книжки, собственно, оригинальный, и видно, что посередине есть воврежденные странички. Вот после этого надрыва начинаются люди. Это обезьяны, которые делают орудия труда. До этого это все обезьяны. Они могут быть более или менее двуногие. Некоторые из них наши предки, некоторые нет. Но это еще пока не человеческая стадия. После появления орудия труда это люди. Так или иначе, это все люди каменного века, на этой картинке конкретно. И они заканчиваются человеком современного типа, но еще лишенного той культуры, к которой мы с вами привыкли. То есть это человек конца каменного века. Он еще не строит городов, не занимается земледелием. В общем, ведет себя как охотник и собиратель, а не как земледелец и скотовод, привязанный к своей земле. Есть три главных отличия в рамках этого марша прогресса. Ну, собственно, и здесь они в принципе видны. Что сперва изменяются ноги и положение тела, у нас сперва обезьяны становятся двуногими. Потом начинают изменяться руки обезьян, делают орудия труда. И последняя голова, медленнее всего. На этой схеме тоже традиционная картинка из учебника, их очень много. Они с конца 19 века очень популярны, в общем, в разных форматах, когда сравниваются скелеты между собой. И вы можете видеть, что есть... Ну, у меня коленка обезьяна, на самом деле. Коленка это самая неудачная часть нашего аппарата прямохождения. Но у нас видны и стопы, все ноги очень длинные, таз низкий, широкий и развернутый. Он похож на чашку. Тогда как таз у обезьяны, и на скелете горилл это хорошо видно, очень плоский и узкий, он похож на длинную вытянутую пластину. Он не поддерживает при ходьбе внутренние органы. Ну, и при четвероногом положении тела это, в общем-то, и не так важно. И у нас другая форма позвоночника. То есть, на самом деле, под цифрой 1 кроется больше отличий, чем отмечены на этой картинке. Но мне было важно сказать, что самое первое изменение, которое прошли наши предки, это было именно вот это выпрямленное положение тела. Говорят, что это прямохождение, а также называют BPD. Это латинское слово, которое обозначает двуногость. Но, в принципе, оно тоже корректное, или бипедализм иногда говорят, это английская калька с латинского слова. Все эти слова используются, и все можете встретить в научной литературе. Не пугайтесь, это все один и тот же комплекс превращений. После того, как наши предки стали двуногими обезьянами, они начали активно пользоваться руками. И здесь вступает в ход Максима Фридриха Энгельса о том, что труд сделал из обезьяны человека. Действительно, очень долго обезьяны, ну, примерно 3-4 миллиона лет, обезьяны были двуногими, но активно руки им не пригождались для взаимодействия со средой. Когда люди начали делать орудия труда, у них появилась культура. Появилось то, что они передают дальше, и оно не наследует. С этому нужно учиться. И культура — это вещь, которая для всего вида характерна. То есть вот этим орудием труда люди учили друг друга, учили своих потомков, и для всего вида это было характерное поведение. Почему я акцентирую на этом внимание? Потому что у животных часто встречаются отдельные культурные паттерны, может быть какая-то традиция, какое-то изобретение у птиц или у млекопитающих. Чаще всего мы видим режу рептилий. Ну, однако, разное бывает. Но это обычно локальное изобретение. Кто-то изобрел, но он умеет этим пользоваться. Это не превращается в видовое поведение, что абсолютно все представители вида делали какие-нибудь губки из вистев, как это делают некоторые шипанзе, или орудия простенькие из камешков, как это могут делать капуцы на заповедниках. То есть отдельные вот такие культурные наработки встречаются у животных. Мы не являемся какими-то... Нет никакой пропасти между животным и человеком в этом. Но человек отличается тем, что это для нас видовое поведение, что мы накопили огромный багаж культурных знаний и навыков. Ну, собственно, все, что мы из себя представляем. Каждый из нас в основном это багаж, накопленный задолго до нас. Сами мы не так уж много что, в общем-то, открываем. И третье изменение, соответственно, касается нашей головы. Можно заметить тоже на этой картинке, что у нас не только гораздо больше головной мозг, об этом всем известно, что у человека головной мозг относительно тела совершенно огромный и очень хорошо развитый. Но еще, что у нас гораздо короче морда, что заметно меньше челюсти выступают. И по сравнению с другими обезьянами тоже важные достаточно изменения. Но я бы не говорила, что изменение лица это прямо такое человеческое отличие. Те три изменения, которые показаны на этом слайде, они называются гоминидные триады. Это три свойства, прямохождение, трудовая кисть и головной мозг, которые считаются настоящими отличиями людей вообще от других животных, от других обезьян вообще. Что касается рельефа лица, то он очень долгое время у древних людей был грубым. И таким плавным, как у нас сейчас, стал буквально в последние несколько десятков тысяч лет. То есть это наше видовое отличие, но это не родовое отличие. Это не отличие рода хомо, рода человек. Это отличие нашего вида, человек разумный. Поэтому здесь оно отдельно не выделено. Я его упоминаю только как такой нюанс. При росте головного мозга лицо уменьшалось. Это было достаточно важно, скоро узнаем почему. Это схема, на которой нарисовано родословное дерево современных приматов. Дальше всего от меня находится самый примитивный из них. Ближе всего ко мне, собственно, человек и другие человекообразные обезьяны. Приматы появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад, в эпоху, когда вымирали динозавры из-за изменений климата, вызванных, как вы знаете, разными экологическими факторами, в том числе и падением метеорита на полуострове Юкатан. И за это время, за 65 миллионов лет, многие обезьяны, они не проделали большого эволюционного пути. Вот, собственно, те, кто дальше идет от меня, лемуры, лори, они законсервировались в таких регионах, которые не очень сильно подвержены экологическим изменениям. И сами эти приматы эволюционируют очень медленно. То есть лори вообще мало отличаются от своих предков. Да, они чуть-чуть, у них меняется немножко поведение, меняется состояние тела, но это все очень медленные и плавные процессы, и новые виды появляются очень медленно. Если организм сохраняет одну и ту же среду обитания, он может сохранять также и примитивные признаки. Лемуры, из-за того, что оказались отрезаны на острове Медагаскар, как все знают, наверное, благодаря популярному мультфильму, оказались в немножко лучшем, что ли, положении для эволюции, и они дали много разнообразных форм достаточно, но тоже остров ограничивает возможности, какая эволюция у них может быть, насколько сильно они могут измениться. Чуть поближе ко мне благопятые, которые остались только на Филиппинах, хотя когда-то в прошлом были широко распространены. Это крохотные большеглазые обезьяны с пальцами-присосками, засадные охотники, такие полночные животные, которые днем спят, а ночью охотятся на маленьких беспозвоночных животных. Мы гордо называем их хищниками и охотниками, хотя, конечно, это не такое хищничество, как в нашей, например, с вами линии, это было бы принято. Еще ближе ко мне обезьяны нового света, американские обезьяны, они очень разнообразны в Центральной Южной Америке, их огромное количество, их активно изучают ученые, не очень понятно, как они там оказались, но у них сложная социализация и, в общем, довольно интересное будущее. Однако они сохраняют все те же черты, которые вообще характерны для приматов. Они живут в тропическом лесу, они живут на деревьях, и они живут не очень большими группами или иногда семьями. И эти черты, они важны вообще для нашего отряда, это такая характерная преднастройка, это базовый набор того, какой обезьяна должна быть. Мы с вами, кстати, многие из этих свойств, в первую очередь, древесность, да, очевидно, растеряли. Но, тем не менее, американские обезьяны эволюционируют, они довольно разнообразные, у них неплохой темп эволюции, неплохой темп видообразования, но нельзя сказать, что он прям высоченный. Есть животные, которые живут в более радикально изменяющихся условиях, и если они не вымирают, то они изменяются обычно гораздо сильнее. Это наша с вами история, человеческая история, она про то, что если условия изменяются, но вид не вымирает, а он находит способ адаптироваться, то он может эволюционировать и видоизмениться очень сильно. Собственно, ближе всего ко мне обезьяны человекообразные, и около них еще 25 миллионов лет назад, есть такое разветвление, в сторону мартышек и пивианов, которые прекрасно себя чувствуют в Африке, некоторые из них даже сменили сколько-то условий обитания с древесных на наземные скалистые. Но, опять же, тот образ жизни, который сложился у них, он их эволюционно ограничивает, им дальше идти в каком-то смысле некуда. Ну, пивианы, наверное, достигли какого-то особенной массовости и масштабности своих сообществ на открытых пространствах. И, ну, какая-то эволюция у них, несомненно, происходит и будет происходить, но она тоже не так глубоко затрагивает изменения их тела, чтобы они могли измениться очень сильно, радикально. Ну и человекообразные обезьяны – это уязвимая группа, которая сейчас находится в вымирающем положении, кроме нас. Все они уязвимы, лучше всего себя чувствуют орангутаны, потому что они живут в Азии, и для них построены на островах Барново-Суматра огромные заповедники, где они достаточно хорошо размножаются и выживают. То есть это группа, которую люди лучше всего поддерживают. Орангутанов ниже всего шанс на вымирание. Гориллы себя чувствуют, ну, и западные, и восточные. Восточные в очень плохом состоянии, скорее всего, еще прямой жизни их не станет на земле. Западные, может, продерживаться подольше, но в силу социального уклада, в силу гаремной организации у них накапливается большое количество рецессивных изменений в потомках. И это группа, которая, ну, идет к вымиранию. Кроме того, что мы вырубаем тропические леса, строим заводы, люди в африканских государствах ведут войны на территории, где живут приматы, их браконьерят. В общем, много есть факторов, почему гориллы вымирают. Но они сами молодцы, потому что даже если бы люди на них не давили, это была бы группа, постепенно сходящая на нет. Вопрос только, сколько сотен или тысячи лет у них займет это вымирание. Ну и самый близкий к нам, и на схеме тоже, шимпанзе. Тоже группа, ну, не сказать, что вымирающих, но находящихся под угрозой. То есть по всем тем же факторам, которые я перечислил для горилл, у шимпанзе тоже возможности выживать в современном мире, они не супер велики. Близу всего к нам человек. Различия между шимпанзе и человеком, их ученые оценивают в основном с помощью мокулярных методов, сравнивая мутации, которые накапливались в ДНК в разное время. И есть разные молекулярные часы, нам, ученым, довольно трудно их отстраивать. Собственно, сколько должно быть, как считать, чтобы минимальная была ошибка в приближении. Когда устроишь эти зрели, сходящиеся к скольким-то миллионам лет назад, хочется минимизировать ошибку. Это довольно сложно. Если смотреть статьи, которым 15-20 лет, то там будет обычно говориться, что между нами шимпанзе около 6-7 миллионов лет. Если смотреть статьи за последние 5-10 лет, то вы чаще всего встретите цифры, что между нами шимпанзе примерно 5-6 миллионов лет. То есть на 1 миллион лет наши предки шимпанзе помолодели. Но с тех пор у нас своя история, у них своя. Из всего этого рассказа я надеюсь, что можно сделать вывод, что у обезьян разные темпы эволюции, как и у любой группы млекопитающих, на самом деле, и вообще у любой группы животных. Но важно, что те приматы, которые никогда не покидали тропический лес, которые находятся в привычной среде обитания, там, где приматы сформировались, то, для чего у них цветное зрение, для чего у них довольно хватательные сильные кисти, хотя и с неразотым большим пальцем, как у нас, но тем не менее. Их образ жизни, их хорошо раздый мужичок, который позволяет анализировать расстояние, сколько нужно, чтобы перепрыгнуть с ветки на ветку и умереть. Все эти свойства у многих приматов не могут изменяться, потому что среда остается той же самой. История человека — это история обезьян, которые все время балансировали на грани вымирания, но ухитрялись не вымереть. И из-за того, что условия нашей жизни радикально изменялись, мы очень сильно эволюционировали. То есть за эти несколько миллионов лет, за которые шимпанзе немножко изменились в размере, дали два вида бановы обыкновенной шимпанзе, и по-разному себя ведут в немножко разных частях Центральной Африки, вот за это время мы с вами сильно видоизменились, создали культуру, в общем, всю планету покорили и так далее. Это связано с тем, что мы все время осваивали такие тяжелые условия для жизни. Ну, и это было рискованно, но наши предки справились. Хотя многие виды людей, кстати, вымерли на этой дороге, не все были так успешны. Это, собственно, карта Копена Гегера, которая показывает, какие есть тропические регионы. Но вот все, что темно-синее, темно-синее на схеме, но этот тропический лес такой классический, очень мокрый, очень темный, довольно жаркий, богатый относительно плодами, с очень бедной почвой, с которой все вымывает. Это характерная среда жизни для приматов. Но если вы посмотрите на Африку, то увидите, что темно-синий пятнышко в ней, оно крошечное, оно в самом центре. Дальше светло-голубые пятна, и это лес тропический, который очень часто фрагментируется за последние несколько миллионов лет, за то время, что важно для нашей с вами эволюции, да, не для всей биосферы на Земле, а именно для человеческой веточки. Можно увидеть, что вот этот синий лес, он голубенький, он все время фрагментируется. И дальше относительно него оранжевые и зеленые полоски саванны. Ну и красная сейчас-то пустыня, это пустынные местности на севере пустыни Сахары, как вы знаете в Африке. Но принципиально пустыни появились не так давно. Однако Африка полосела, и в ней стало так мало тропического леса, вот он только в центре. Это случилось очень давно, около пяти миллионов лет назад. И начиная с того момента, какие-то обезьяны пытаются все равно выжить в тропическом лесу, лес становится мало, количество обезьян тоже очень сильно уменьшается. Но они не пытаются освоить новые регионы. Наши предки характеризуются тем, что они тропический лес покидали, и вообще научились жить практически без лесов, в таких саванных, пастбищных, прозрачных регионах, в общем, где вся растительность, она не очень высокая, в нашем случае, примерно на колено, далеко видно, но при этом тебя тоже издалека видно хищникам. В этих условиях адаптировались жить наши предки, это их очень сильно изменило. Итак, первый шаг нашего маршрута прогресса, первое важное изменение, это прямохождение. Самое важное событие, с которым было сопряжено формирование прямохождения у человека, это так называемое миоценовое похолодание. Миоцен — это геологическая эпоха, вообще она довольно длинная, от 23 до 2,5 миллионов лет назад она практически заняла. Но важное для нас событие произошло примерно 5,5-6 миллионов лет назад. В это время, как видно на графике, вот там, где появляются подальше от меня разные полоски, коричневенькие, розовенькие, вот это все, это наши предки, там наша история. Максимально близко ко мне, наоборот, древняя история нашей планеты, еще до человеческой. Вот примерно 5,5 миллионов лет назад изменился угол наклона оси нашей Земли, и это, в принципе, часто бывает, но в этот момент это было чуть более критично, чем мы с вами, например, заставали за время человеческой истории, тогда это было посильнее. И изменилась, судя по всему, орбита, вокруг которой планета двигалась вокруг Солнца. Она неизменно вытянутая, но при этом у нее меняется немножко длинная ширина, и поэтому бывают периоды геологически потеплее и попрохладнее. Началось миоценное похолодание, оно не было радикально холодным, это не какой-то там жуткий ледниковый период, но оно было достаточным, чтобы тропические леса в Африке очень сильно повредили. И в это время наши предки, скорее всего, это были сахилиантропы и или орорины, две группы популярные, которые отмечены на этой схеме, они начали постепенно замещать жизнь в тропическом лесу на жизнь на саванных пространствах. Когда они спустились на Землю примерно 4,5 миллиона лет назад, еще они до конца тропический лес не покинули, то есть это еще не были строго саванные животные, но они уже были выпрямлены. То есть они на Земле ходили, судя по всему, на четырех ногах, прошу прощения, по земле они ходили на двух ногах, а не на четырех, и по деревне перемещались также выпрямлены на положение тела. Есть довольно много исследований антропологов, которые это подтверждают. И как я уже говорила в начале лекции, это то, чему до сих пор мы радуемся и удивляемся, потому что довольно долго казалось, что споро нужно стать на Землю четырехногим, потом выпрямиться. Сейчас все больше свидетельствует того, что все-таки нужно быть двуногим уже там на дереве, и эту двуногую забрать с собой на Землю. И она тебе пригодится только, если ты выйдешь из леса. Только если ты будешь ходить по саванне, и двуногость даст тебе много разных бонусов. Ты будешь далеко видеть, ты будешь защищен от солнца, потому что плечи будут работать как зонтик и защищать внутренние органы от перегревания. В нашем самом случае это еще дополнится потоотделением, и тем не менее, сама по себе двуногая стойка на двуногое положение тела более выгодно для защиты от прямых солнечных лучей, от инсоляции. Дальше начинается эпоха австралопитеков примерно с четырех миллионов лет назад, мог чуть поменьше. Австралопитеки это уже строго двуногие и довольно строго саванны обезьяны. Деревья больше не играют большой роли в их жизни. Они могут залезть на дерево на ночь, скорее всего. Но в принципе это животные двуногие, и они по саванне целый день перемещаются пешком. Скорее всего они были весьма выносливыми. И мы, кстати, им наследуем. Человек это тоже очень выносливое животное. Если долго гнать лошадей, как знают все, кто читал Пушкина, Лермонтова и других великих российских русских писателей, то лошадей можно загнать насмерть. Человека загнать насмерть бегом очень трудно. То есть бежит он гораздо медленнее, чем лошадь, но зато он может делать это несколько дней, и наше сердце к этому адаптировано, наши сосуды к этому адаптированы. Ну, как, многие из нас городские жители, наверное, мы не с вами не так много придаем времени физической нагрузке, но при тренировках это все, эта выносливость, ее можно себе вернуть. То есть это наше такое, в принципе, базовое свойство, которое нетрудно вернуть себе обратно, если захотеть. И вот эти перемены, вот эта двуногость, которую предки австралопитеков вынесли в саванну, а австралопитеки окончательно закрепили, это первое главное свойство, которое толкнуло всю человеческую эволюцию вперед. И это то, к чему другие обезьяны не прибегают. Из-за того, что большая часть них не выходит на открытые пространства, те немногие, кто вышли, они используют те же самые стратегии адаптации к саванне, что и другие саванные животные. Они не ходят на двух ногах, защищаясь от инсалляции, а они просто находятся в тенечке, используют утренние и вечерние сумерки, чтобы перемещаться, и большая частью времени стараются просто не двигаться сильно и сильно не потеть, соответственно. То есть другая стратегия, как бы это стратегия поведенческая, не физиологическая. Вот наши предки пошли, так вышло, что они пошли по другой стезе, и мы с вами оказались здесь. Ну вот так выглядит примерно Африка с придевшим лесом, но она и сейчас, в общем-то, так выглядит, что вот есть кусочек леса в центральной части, а верхний график, он показывает этот провал, как бы миоценовый ГЭП, как он здесь подписан, когда Африка вообще была очень лысой, и выжить в тропическом лесу было очень сложно, предкам, например, горилл и предкам шимпанзе. А наши предки просто не стали этим заниматься. Если конкуренция так сильно увеличилась, то можно попробовать освоить какие-то новые места обитания, где конкуренция будет меньше, и возможно, там получится адаптироваться. У приматов есть множество способов передвижения. Все начало этой лекции я говорю только о двух из них. Я говорю о четвероногом способе передвижения. Ну вот здесь изображены гигантопитек, похожий на гориллу, и дриллопитек повыше, похожий на шимпанзе немножко. И это то, как мы привыкли себе представлять человекообразных обезьян, что они ставят руки на костяшки пальцев, knuckle-walking так называемый, берегут чувствительную поверхность ладошек таким образом, и вот, опираясь на передние и задние конечности, не спеша могут ходить. Могут и довольно быстро пробежать, но очень короткий интервал. Однако, большая часть приматов ходит на четырех конечностях, как самый далекий от меня, прошу прощения, как самый близкий ко мне, силопитек на веточке, стоящий на четырех ногах. Вот это четвероногое положение, он похож на кошку или собаку, да, у него хватательные кисти, он лучше держится на ветвях, но принципиально он не выглядит, не похож на очень длинные руки или очень длинные ноги. Длинные руки, как у горилла или шимпанзе, или длинные ноги, как у нас с вами. Это животное, в общем, развито, весьма разномерно, и все четыре конечности работают, в каком-то смысле, как руки для перемещения по деревьям. Чуть подальше от меня есть брахиатры. Висит несколько приматов, которые висят на руках. Брахиас это плечо, и брахиатр это способ перемещения, когда ты просто на двух длинных крючках, вытянутой руки, себя перекидываешь вперед. При этом ты не хватаешься всей рукой за ветку, ты держишься на четырех пальцах. И это, в принципе, на картинках хорошо отражено, что большой палец практически в хвате не участвует. Вот, судя по всему, редкая для нас форма, это как раз такие брахиатры, которые активно использовали руки и находились с выпрямленной спиной на ветвях уже достаточно долго. Ну, я несколько раз это повторила, просто хотела показать примеры, как выглядят разные способы перемещения приматов, и какой характерен для нас. Кстати, у более примитивных приматов есть такое нахождение деревьев, как липпинг, когда они тоже в них выпрямленное положение тела, но они прочно держатся руками и ногами за ствол. Ну, собственно, как сидят лори и долгопяты обычно. Это такая древняя достаточно стратегия перемещения. И наши с вами предки, вот эти двуруки, преимущественно, и прямоспинные, но еще с короткими, слабыми ногами, они ей наследуют. Это как бы более прогрессивный шаг, но это пока что еще не шаг на землю. Шаг на землю случится примерно 5 миллионов лет назад. Ну, и здесь тоже, вот видите, наверху предки, как бы энцистерс, те, которые стоят на ветвях в выпрямленном положении тела, что-то могут делать руками, стоя на деревьях уже на двух ногах, но большая часть времени, конечно, просто перемещаются на руках, свесив ноги вниз. То есть эта выпряменность, она изначально не очень функциональная. Мы с вами привыкли, что в нашей жизни она очень функциональна, она освобождает руки, и мы многие вещи можем делать. Но в прошлом она была не настолько полезной, однако здорово, что она нам досталась, и именно она у нас закрепилась и развелась. И пониже, соответственно, брахиатры профессиональные, такие как арангутаны, четвероногие обезьяны, ну, шимпанзе, которые часто достаточно упрямляются, и совсем уж двуногие люди, в общем, безо всяких перемен. Как я уже говорила, обычно саванные животные адаптируются к жесткому ультрафиолету и к жаре с помощью поведенческих разных адаптаций. Ну, и здесь вот видно антилоп, которая одна из которых лежит в тени другой, вторая в тени дерева находится, и от них отражаются солнечные лучи достаточно интенсивно. Есть много энергосберегающих стратегий, к счастью, наши предки им не следовали, они пошли другим путем, и в частности, наша с вами кожа отличается тем, что у нас очень много потовых желез, то есть изменение не поведенческое, а физиологическое. Мы очень хорошо потеем, по сравнению с другими обезьянами, просто замечательно. У приматов обычно много покриновых желез, они располагаются очень локально, на ладошках, и в разных стратегических местах, там, подмышках, паху, и они при выделении пота лопаются, повреждаются, то есть апокриновых железа одноразовая. Экриновых желез на теле у приматов обычно очень мало, а у нас с вами очень много. Экриновые потовые железы отличаются тем, что они не повреждаются, то есть они выделяют пот, выделяют соленую воду, с разными остатками гормонов, в общем, разными другими вещами, почему пот может пахнуть, но при этом сами они не повреждаются, и работают они многократно. Вот человек покрытый криновыми железами очень густо. Интересно, что иногда говорят, что мы лысые обезьяны, и из моих слов, наверное, сейчас тоже так начинают казаться, но нет, мы не лысые обезьяны, у нас на теле те же самые 5 миллионов волосков, что и у всех остальных приматов, и только сами эти волоски более короткие и тонкие, да, это правда, но мы не стали из этого лысыми. Лысое животное, например, дельфин, вот у него на теле ни одного волоска нет, кожа гладкая, резиновая, по-настоящему лысая. Мы с вами все, если посмотреть на свою руку или ногу, вы увидите, что волоски есть, и не такие уж они редкие, вопрос только в том, что они короче и светлее, чем у других приматов. Поэтому голый или лысый обезьян – это неправильное наименование, а вот потный обезьян – это правильное наименование. Мы действительно имеем гораздо больше пота у желез на квадратный сантиметр кожи, и гораздо лучше потей мы сбрасываем тепло таким образом. Это одна из важных адаптаций, которая укрепила наше прямохождение. Мы смогли осваивать мир на двух ногах, во многом потому, что изменилась наша кожа, и мы стали хорошо отдавать тепло, и поэтому мы не очень боимся перегреться, но по сравнению со многими другими животными. На этой схеме, собственно, видно, как выглядит покриновая железа и икриновая, что покриновая лежит очень глубоко в коже, как бы около волоса, а икриновая железа около самой поверхности, она маленькая достаточно, но при этом весьма работящая. Чуть поближе ко мне график, на котором почти весь он закрашен красным, кроме внизу зеленых и сних веточек. Это вот то, как примат умеет потеть. Те, которые отмечены красным, разные лемуры и американские обезьяны, вообще практически не потеют, как кошка или собака. Вот вы трогали кошек и собак, и знаете, что у них может вспотеть нос, и могут вспотеть лапки. Это бывает довольно редко, но принципиально это возможно. Все, больше их тело вообще никак вспотеть, и отдать тепло через жидкость никак не может. А пониже обезьяны старого света, макаки, павианы, мартышки, ну и человекообразные обезьяны, они все зелененькие, то есть они потеют немножко получше, но тоже так классно потеть, как мы, они не умеют. И на самом верху, в серединке, темно-синий обозначен человек, которого, как вы видели на предыдущей схеме, очень много желез, который потеет замечательно. Ну и, собственно, если бы эту картинку не показывала, вы бы все это знали из собственного опыта, потому что мы потеем достаточно хорошо, культура устроена так, что мы боремся с потоотделением, но вообще-то это огромная наша эволюционная наработка, огромное изобретение, которое нам сильно помогло в прошлом. То есть, может быть, не стоит уж так сильно его стараться погасить. Примерно 3,5-4 миллиона лет назад по саванне уже уверенно разгуливают вот такие прекрасные астралопитеки, как на этой схеме. Здесь изображена реконструкция скелета, у которого есть имя. Этот скелет называют Люси, и это в честь песни Битлз, Люси in the Sky of Diamonds. Находка была сделана в Эфиопии в 1978 году. И в это время Битлз были очень модными, и эта песня снимала там все строчки хит-парадов. Эта находка хороша тем, что она очень целая. От астралопитеков у нас находок довольно много. Вот от тропических обезьян, раринов, сахилиантропов, аргипитеков, которых я упоминала, которые пытались стать двуногими, но еще в тропическом лесу. От них находки единичные, буквально там по несколько штук, потому что в тропическом лесу все очень быстро разлагается. Все, кто умирают, от них быстро ничего не остается. А вот в саванне животные сохраняются хорошо, у них высокие консервирующие свойства, и поэтому от астралопитеков у нас находок тысячи, и их еще будет очень много. Астралопитеки – это та стадия нашей эволюции, которая следует не то, что легко и приятно, но гораздо легче и приятнее, чем те, кто жил до них, скажем так. И Люсия характерна тем, характеризуется тем, что у нее почти половина скелета сохранилась. То есть, видите, есть и кости таза, и кости конечностей, и позвонки, и череп. И мы очень много, благодаря ее скелету, узнали о том, как астралопитеки перемещались, что они были строго двуногие, что они уже очень мало пользуются деревьевами, что у них начинают изменяться стопы. То есть, большой палец на стопе становится приведен ко всем остальным. У приматов это не так. У приматов нога похожа на нашу руку, а здесь большой палец приведен ко всем остальным. Что у нее таз практически такой же, как у человека, даже немножко еще шире, еще немножко чешообразней. Скорее всего, это делала ее походку неоптимальной, не такой ловкой, скажем, как у нас. Тем не менее, для жизни сова нее вполне хватало. И такие скелеты, они показывают, собственно, что эта стадия, она уже такая строга двуногая. Троопитеки, это двуногие обезьяны. В общем, строго и понятно. Объем головного мозга пока что маленький, челюсти очень большие. То есть, еще раз, это обезьяна, это пока не человек, но двуногие обезьяны очень долго жили на Земле, до того, как появились люди. Ну и адреконструкция. Есть такое местечко в Африке, называется Лет-Али. Несколько раз там извергались вулканы в окрестностях этого места, и вулканический туф многократно застывал в окрестностях вулкана. Это не специфика этого места, такое на планете вообще часто происходит. Но в этом вулканическом пепле неоднократно отпечатывались цепочки следов австралопитеков, и самый милый из этих цепочек, это одни следы большие, одни поменьше, одни совсем маленькие. То есть, как будто бы два родителя ведут ребенка. Скорее всего, ситуация была не такой, но тем не менее, приятно видеть такие тоже доказательства, что у нас не только есть сравнительная анатомия, и не только цепочка всех изменений, но также и такие вот костные свидетельства, такие как следы. Вообще, и палеонтологи, и антропологи очень любят следы чьей-либо жизнедеятельности. Это всегда дает дополнительную информацию, которую трудно добыть иногда из-за самих останков. У нас с вами появились двуногие обезьяны. Следующий шаг превращения обезьяны в человека. Естественно, никакого резкого революционного скачка не было, и в XIX веке была популярна концепция о переходном звене. Сейчас ни антропологи, ни палеонтологи, люди следующие в древней стадии какие-либо жизни на звене обычно стараются не пользоваться фразой переходное звено, потому что она предполагает, что это что-то одно. Вот у вас обезьяна, потом звено, и потом человек. Так, конечно, не работает. Есть плавная цепочка изменений. Мы видели это на картинке Марш Прогресса 1965 года даже. Есть современные аналогичные картинки. Важно, есть фотографии только находок, не отрисованные художником. Все изменения очень плавные. И вы не можете жестко сказать, где какой вид. Где последняя обезьяна, где первый человек. И антропологам для того, чтобы провести границу, пришлось воспользоваться специфическим человеческим свойством. Тем, что у нас есть с вами культура. Тоже в начале лекции я об этом говорила. Сейчас просто напоминаю, что провести границу между обезьяной и человеком по морфологии невозможно. Все изменения очень плавные. Вот у вас довольно-таки двуногое животное, вот уже сильно двуногое, и вот много абсолютно двуногих. Вам ничто не говорит, где нужно провести границу. А вот у вас мозг 500 кубических сантиметров, вот 600, вот 700. И где нужно провести границу? Что? 700 кубических сантиметров обезьяна, 701, все, уже человек. Так не работает. Есть индивидуальная изменчивость. И как бы есть диапазоны объема мозга, которые все относятся к одному и тому же виду. Поэтому по морфологии границу вообще повести невозможно. Человек это один из видов приматов, и жестко отграничить наших предков, вот где обезьян, где человек, невозможно. Современного человека от обезьяны легко, а вот эту линию постепенных изменений нарезать как колбасу довольно сложно. И поэтому используем мы культуру. Когда люди делают орудия труда, когда на стоянках начинают находить не только кости людей и того, что они съели, остатки, но и орудия труда обработанные, мы считаем, что с этого момента мы говорим о людях. Древние люди были весьма примитивными. Первый миллион лет нашей истории это в общем те же австралопитеки, ну вот разве что только с орудием труда. Я еще раз подчеркиваю, все изменения они плавные достаточно, это никогда не резкие перевороты. Но тем не менее мы считаем, что 2,5 миллиона лет вместе с орудием труда мы называем до древних обезьян многих людьми. Все, так договорились антропологи, это вещь консенсусная. Есть некоторые модели, о которых ученые не могут сразу договориться. Но в этом случае в общем все хорошо и успешно. Здесь вы видите изображение разных кистей приматов. Наверху они более древние, это разные приматы, в том числе древние австралопитеки и арди. А внизу разные люди, причем дальше все от меня человек умелый, то есть самый примитивный, а ближе все ко мне самая красивая бело-желтая кисть, в общем модельная. А это кисть современного человека, в общем такая же, как у нас с вами принципиально. Естественно, конструктор, из которого стоит кисть, он вообще подобен у всех млекопитающих. И тем более он очень похож у всех приматов. И не каждая косточка расскажет вам, кому она принадлежала. Если вы находите окаменелость, вы раскапываете древнюю стоянку где-то в теплом достаточно регионе, на Ближнем Востоке или на Алтае, например, за тот период, когда там еще было тепло, вам не всегда будет понятно, что за косточка, кому она принадлежала. Но некоторые косточки очень говорящие. Что касается костей кисти, то, например, есть очень большая разница, если вы посмотрите на изображение кисти шимпанзе, это самая красивая и четкая картинка в верхнем ряду. И на кисть человека в нижнем ряду такая же самая красивая. То увидите, что у человека ладонные пясные кости, они очень коротенькие относительно кисти. То есть у нас самая кисть короткая и широкая. И вот эта ее часть, ладошка, она тоже очень коротенькая в длину. А у шимпанзе пальцы даже не очень длинные, хотя они более мощные. А вот ладонь очень длинная. Эти кости просто огромные. Весь крючок построен фактически из ладоней небольших достаточно пальцев. Ну, более мускулистых, чем у нас, более развитых, кости более толстые. Тоже вы это можете заметить на картинке, у них больший размер гребня. Но принципиально кисть отличается посадкой большого пальца, тем, что у нас он мощный, хорошо развитый, двигается вокруг своей оси, шимпанзе так делать не умеет, и пропорцией ладони. Пальцы отличаются в меньшей степени. Но удивление кисти это те части тела, которые довольно хорошо подсказывают перед вами какая-то обезьяна, двуногая или четвероногая, неважно, или перед вами какой-то человек. То есть кто-то, кто уже мог делать мелкие захваты, мелкие движения кистью, мог большим пальцем коснуться любого другого пальца руки. Не все знают, что это наша большая гордость, другие обезьяны так делать не умеют, например. И косточки кисти, они часто рассказывают, что да, вы уже нашли человека, или нет, это пока не человеческая стадия. Хотя многие кости тела так не делают. То есть кисть, это, конечно, довольно специфическая часть нашего тела, которая много рассказывает о нашем древнейшем прошлом. Ну, немножко о современном. Вообще археология это огромная наука, но я хочу показать только эту картинку, потому что она кажется мне для общей лекции об изменениях в человеке, она кажется мне достаточной. То есть минимально необходимой. Меньше у нее уж точно нельзя, но ей, в принципе, можно обойтись. На ней отмечены несколько стадий изменения культуры орудия труда для наших предков. Ну, собственно, дальше все от меня. Самый древний камень, это чоппер. Глагол чопрест для английского. Вот люди 2,5 до 1,5 млн. лет назад обычно делали такие каменные орудия труда. Они очень примитивные, у вас есть круглая часть, за которой вы держитесь, и несколько сколов. Ученым удобно исследовать эти сколы, потому что они обычно делаются под одним и тем же углом. У вас в природе камень может упасть и поломаться. Ну, то есть не обязательно из него делали орудия труда. У вас бывают просто острые камни, потому что они сломались, и их никто не обрабатывал для этого. Это правда. Есть специальная дисциплина у археологов, она называется трассология. Трассос это след, который следует, собственно, под какими углами нанесены сколы, и какова вероятность того, что он просто упал. Если все углы разные, то он просто упал. Если они все практически одинаковые, в природе не бывает таких совпадений, что у вас 20 раз камень упал под углом примерно 37 градусов, с крошечной погрешностью. Этого не может быть. Таким образом, мы все-таки орудия труда от камней отличать умеем. Ну, и чем ближе к нашим дням, тем лучше орудия отличаются от камней, потому что они становятся все более ретушированными. Ретушь это термин, который обозначает вот эту детальную обработку. Чуть поближе ко мне белое большое, ну, желтоватое, наверное, да, большое орудие, это ручное рубило, это орудие людей прямоходящих, уже полтора миллиона лет назад такие начинают делать, и делают довольно долго, вплоть до последних там 60 тысяч лет, такие рубилы на земле иногда встречаются в тех веточках, которые оказались изолированы и живут в такой древней примитивной культуре, никуда она сильно не изменялась. Еще ближе ко мне скребло, ненадритальское, и последние два это наконечники, один из них наконечник стрелы, такой ржеватокоричневый, да, острый очень, по нему прямо видно, это вещь, которая настолько узко специализирована, это делали уже люди нашего вида, делали за последние там 70-100 тысяч лет такие орудия, и у них очень легко определять функционал, то есть вы не только видите, что этот камень детально мелко обработан, в него куча усилий вложены, но вы даже понимаете, зачем он скорее всего служил. А ближе всего ко мне тонкая пластинка, которая называется микролит, такие пластинки, они были очень острыми, делали разные мелкие подсобные достаточно задачи, ну и собирали орудия, в которых вот у вас есть деревянное основание, и в нем много таких острых осколочков стоит, то есть у вас острые лезвия для мелкой достаточно работы, убивать такими не получится, но по хозяйству, по быту, это такое оптимальное как бы решение было. И видно, что орудия древние были грубые, крупные, с маленьким количеством обработки, в ходе культурной эволюции они становились все более мелкими, узкоспециализированные, и ряду становилась все более тонкой. Почему эта картинка кажется очень хорошей? Потому что, если вы окажетесь в каком-то музее и увидите орудие, то вы сразу сможете ассоциировать его с какой-то стадии жизни человека, насколько оно древнее. Вот эта картинка, она такая типологически очень хорошая, хотя и довольно простая. Если вы где-то находите орудие каменное, кстати, в природе, вот вы где-то гуляете, и находите что-то, что вам кажется похожим, пожалуйста, не трогайте его, не поднимайте, сфотографируйте, расскажите археологам в институте археологии, пришлите им электронное письмо, где вы что нашли, потому что все, что вы подберете, это потеряно для науки, вы вырвали это из контекста, там уже невозможно раскопать стоянку, ничего с ним нельзя сделать. Поэтому не делайте ничего сами, позовите специалистов, если вы убеждены, что вы нашли какие-то орудия труда. Интересно, что фактором производства орудия труда у человека главным образом были конкуренты, об этом очень редко говорят, и даже в хороших учебниках школьных или для абитуриентов, для поступающих на биологические специальности, редко пишут о том, что скорее всего нас в сторону орудий вытолкнули жесткие условия среды с одной стороны и конкуренция с павианами. Здесь на картинке пара древних видов павианов, как видите, они гигантские, даже по сравнению с современным человеком, а в страопитеке были поменьше нас, поэтому для них вот эти динопитеки, как бы ужасные обезьяны, они были еще больше опасностью. Павианы вышли в саванну раньше, чем люди, чем наши предки, и адаптировались к ней поведенчески, а не физиологически, но так как они перемещались большими группами, они до сих пор перемещаются группами по 100-200 особей, и это животные с огромными челюстями, мощными, и с очень агрессивным поведением, ужасным. В нашем предком с ними трудно было вообще взаимодействовать как-либо. Вот поближе ко мне картинка, где человек умелый, какая-то примитивная форма человека, расправляется с павианами. Это очень героическая картинка, но, скорее всего, такого было очень мало в нашей истории. Это такой вымысел художника. Скорее всего, павианы бы расправили с этим человеком умелым, большую вероятность. Либо, если бы людей было много, а павиан один, отбившийся, вот тут бы у людей, конечно, появился шанс. И павианы были очень, были, они и сейчас являются, древние павианы тоже были очень хорошими собирателями. И когда идешь по саванне, где уже прошла большая группа павианов, то тебе ловить, в общем, нечего. Сейчас многие экологи склоняются к тому, что это был важным фактором, почему двуногие обезьяны стали делать ставку на орудия труда и на охоту, на поедание мяса. Что нас туда выдавило вот эта коммуникация с павианами. И это удивительная мысль, потому что обычно это никак не объясняется. Говорят, что вот люди ставили две ноги, а потом стали делать орудия труда, стали замечательными охотниками. Ну, что это заставило? Охота это очень дорогое занятие. А в природе многие всеядные животные, а мы с вами всегда были всеядными, наша веточка до ранних млекопитающих, до 150 миллионов лет назад это все всеядные животные. Справа похожи на крыс, потом на простеньких обезьян, потом на сложных, но они все всеядные. Всеядные животные любят мясо, но они любят то, которое легко достать. Ну, во-первых, падаль, во-вторых, какие-нибудь яйца у птиц украсть, то есть то, что легко можно добыть, то, что можно тоже насобирательствовать, хотя это и мясная пища. А по-настоящему охотиться это очень дорогое занятие. Во-первых, оно опасное для жизни, во-вторых, оно редко приводит к успеху, это все так довольно трудно. И по своей воле всеядные животные редко прибегают к методам какой-либо охоты. А наши предки стали на тот путь и стали замечательными охотниками. Истребили почти все живое на земле, как могли. В общем, уменьшили биоразнообразие в несколько раз. Почему это так? На этот вопрос как бы трудно было найти ответ. Ну, сейчас такая одна из главных версий это то, что нас туда сконкурировали, вытеснили в эту сторону, чтобы мы охотились. Нам это принесло в итоге большую пользу, поэтому обижаться наповянуть, наверное, не стоит. Хотя полтора-два миллиона лет назад это, конечно, было довольно трудной, скорее всего, историей для тех умелых людей, которые жили с павианами на одном континенте в Африке. После того, как наши предки стали двуногими, стали активно заниматься охотой, делать орудия труда, учить друг друга разным культурным навыкам, соответственно, и получили вот эту трудовую кисть, у нас начала изменяться голова. Ну, мозг и социальность я решила оставить их вместе, потому что социальность это главная причина роста мозга. Когда вот маленьких детей спрашиваешь, почему у нас такая большая голова, зачем мозг вырос? У других везде маленький, у нас большой. Они обычно говорят восторженно на разные вещи, о том, что чтобы мы делали изобретение, чтобы мы что-то такое сложное придумывали, интересное. На самом деле, люди очень редко что-то изобретают. Процент талантливых людей, которые что-то изобретают, он всегда в порядке очень маленький. Мы сейчас с вами живем просто в глобализованном мире, нам очень повезло, что мы к этим изобретениям очень быстро имеем доступ. Когда где-то гений что-то создает, очень быстро это появляется у всех. Раньше так не было. Но при этом нельзя сказать, что все люди очень творческие, что мы все такие умные, все такие изобретатели. Нет, это какой-то небольшой процент. И мозг развивался в принципе не за этим. Он развивался для того, чтобы обслуживать большие группы, для того, чтобы обслуживать нашу сложную социальность и большие достаточно племена. Но так вышло, что побочный эффект, умение врать, сплетничать, какие-то строить козни интриги, побочным эффектом оказалось то, что мы можем изобретать, решать задачи по математике, делать всякие сложные, классные другие вещи в культуре. Но это побочный эффект. Здесь я бы сказала, что антропологи достигли консенсуса. Главная причина роста мозга это социальность, то, что она сильно усложнялась. А главная материальная база, почему мозг мог расти, это мясоедение. То есть вот это освоение орудий труда из предыдущей главы моего рассказа. Оно очень подфартило нам, оно помогло нам увеличить постепенно мозг, жертвуя разными другими вещами, органами, но тем не менее. Но мясо как таковое, оно не вызывает рост мозга. То есть оно просто дает избыток энергии в рационе, которое организм может как-то в эволюции использовать, его можно куда-то складывать. Ну так выше, что у нас это мозг, и мозг благодаря социальности. Ну здесь вот два черепа приматов, горилле и человечий. И в общем по ним видно, как сильно они отличаются, что у приматов очень убегающий назад лоб, в то время как у нас, если на лоб положить пальцы, он стоит вертикальным. И большой лоб это наша горлость, это горлость видовая. У древних людей очень долго мозг тоже был низкий. Вот эти большие лобные доли, которыми мы сейчас гордимся, это довольно молодое наше пролетение, ему там чуть-чуть больше 200 тысяч лет. А до этого 2,5 миллиона лет у нас голова была такая же убегающая, как у приматов. И такие же выступающие надбровные дуги, и такие же здоровые челюсти. То есть очень долгая история человека, все уже человека, мы за ним это признаем, она не сопровождалась какими-то сложными размышлениями о мире, речью, ну в общем разными вещами, которыми мы сейчас с вами привыкли гордиться. И ученые считают, что вот это изменение, уменьшение так называемого висцерального отдела черепа, висцеральный то же самое, что и лицевой, есть этот аппарат, который обслуживает вживание, принципиально в природе, оно шло вместе с ростом мозговой коробки. То есть это два процесса, которые мы не могли себе позволить разделить. И это очевидным образом связано с тем, что мы двуногие животные, и у нас плечи и шеи, они имеют некую инженерную нагрузку. То есть очень тяжелая голова у человека быть не может. Хорошо бы, чтобы она была до 4,5 килограмм. И если у вас остаются огромные челюсти, а вы двуногие животные, то даже какая бы ни была дальше эволюция, вырастить мозги не получится. Чтобы мозгу было куда расти, вот у вас есть мясо, у вас есть социальность, но у вас должна быть третья, третья инженерная конструктивная как бы закономерность, правила вашей жизни, которая позволяет в принципе как бы мозгу, чтобы было куда расти. Для этого челюсти должны уменьшаться. Костная масса в голове должна стать поменьше, чтобы жировую, ну мозг такой жироподобный на ощупь материал, чтобы она могла увеличиваться. Нам с вами, ну в каком смысле повезло, в каком смысле мы сами молодцы. То есть это не только эволюционное везение, не только удача, но и заслуги наших предков. В том, что все эти факторы сложились, и мы с вами челюсть укоротили, а мозги вырастили. Эта схема, которую я очень люблю, она про изменение темпа, скорости роста мозга. То есть это не увеличение мозга, просто объема мозга, а это увеличение скорости, то есть насколько он быстро увеличился. Как можно видеть, в начале этой картинки рост очень плавный, то есть весь низ занимает у вас постепенное увеличение головного мозга. Да, понемножку с 10 до 2 миллионов лет назад, по чуть-чуть в линии человекообразных обезьян коммуникация усложнялась, группа увеличилась, и мозг немножечко рос, чуть-чуть. Но эта тенденция, она в принципе в линии приматов, вот для человекообразных обезьян, она характерна. Понемножку эволюция мозг растет, обычно. Но это происходит плавно. Все меняется, когда 2,5 миллиона лет назад наши предки начинают как бы выживая в саванне рядом с павианами, начинают активно охотиться, делать орудия труда, много убивать, много есть мясо, одним из них это мясо резать ножами, то есть ты уже не должен все пережевывать челюстями и жевать много растительной пищи. Ты можешь есть меньше, ты можешь пищу как-то модифицировать при тем, как ты ее съешь, чтобы это было легче делать. И все эти факторы, они позволяют понемножку укорачиваться челюстям. Первый скачок роста мозга вот он около 2 миллионов лет назад. И видно, как есть такой перелом на графике, стремительный. Вот этот перелом, основание орудия труда. Это момент, когда мы говорим, появляются люди. Может, у них еще не очень большой мозг, но он достаточно интенсивно растет в поколениях. И для антропологов это важная мерка, чтобы говорить, что мы говорим вообще о людях. Следующая точка и следующий подъем роста мозга, следующее ускорение, вот что правильно бы сказать, имеет возраст чуть меньше полутора миллионов лет назад. Это время, когда люди стали пытаться осваивать огонь в разных регионах. Вообще с огнем все было непросто. Тоже в школьных учебниках, очень легко об этом пишут, что полтора миллиона лет назад люди освоили огонь. И это так написано, как будто кто-то его принес в пещеру, и с тех пор у всех он был. Как будто он уже в современном мире. И если кто-то один что-то освоил, у всех оно появилось. Но это было не так. Люди почти 700 тысяч лет, это очень долго, это половина времени существования человека прямоходящего, в разных регионах осваивали и теряли огонь. То есть было очень много изобретателей, которые огонь домой приносили, и огонь много раз терялся при этом. Ну, это не было какой-то легкой истории. И не было глобализации, чтобы люди моментально все начали пользоваться огнем и понимали все его выгоды. В каких-то временах, может быть, кто-то приносил огонь, а его прогоняли. Говорили, что мы не будем эту опасную вещь здесь держать. Ну, в общем, что такое? Огонь убивает животных. Не нужно себе это приносить. Это была очень длинная история, но тем не менее, вот усложнение кулинарного ремесла, заготовки мяса, используемые все-таки огня во многих регионах, они привели к тому, что челюсти еще сильнее укоротились, мозг еще сильнее увеличился. Ну, и последний вот этот скачок, последнее ускорение, как бы, роста мозга, оно происходит в районе 40-50 тысяч лет назад, когда наши предки делают, кроме того, что у них очень сложные методы охоты, у них есть луки и стрелы, чтобы убивать животных и других людей иногда на расстоянии. Кроме всех этих нюансов, у людей еще появляется, уже точно есть речь, и эта речь, она стимулирует более сложное общение и разрастание групп. То есть люди начинают жить довольно большими племенами, со сложной культурой, с разными религиозными представлениями о мире, и все это тоже влияет, конечно, на рост мозга. Ну, и, наверное, многие слышали, если вы смотрите эту лекцию, вероятно, вы сколько-то интересуетесь антропологией, что за последние 10 тысяч лет, с момента, как мы освоили земледелие, мозг у человека понемножку уменьшается. Это правда так, но в среднем антропологи думают, что это хорошо, потому что, ну, это как с компьютерами, у вас может большая мозг, что выполнять какие-то операции, а может на маленьких микрочипах оно это делать. И, конечно, второй способ выгоднее, потому что мозг – это очень дорогой орган, он потребляет четверть глюкозы за день, больше четверти кислорода, он как бы от всего страдает, в общем, супердорогой, суперневыгодный, и плюс неудачно наложилось в нашей эволюции то, что мы и прямоходящие, и в конце концов себе еще отрастили огромный мозг, потому что очень трудно рожать детей со такой большой головой. В природе роды обычно протекают у самок млекопитающих на порядке легче, чем у человеческих женщин во последние как раз там 200-300 тысяч лет. И нужно понимать, что мы дорого расплачиваемся за все эти приобретения. Я, конечно, о них рассказываю в тоне немножко героическом, что нам повезло, что мы оказались здесь благодаря этим эволюционным шагам и превращениям. С одной стороны. С другой стороны, у нас ужасные коленки с кольцообразными связками, которые все время рвутся. Нам трудно рождать детенышей. У нас очень много проблем со спиной, с этим многим выхождением. То есть, каждое из этих приобретений, оно сколько-то стоит в эволюции. Они все не являются просто усовершенствованием. Вот мы были такие вот не очень, а стали такие классные, что-то хорошее с нами случилось. Это не так устроено. Любое эволюционное изменение, оно стоит свою цену. И наша эволюция, это очень дорогое предприятие по бюджету на политическом организме, но тем не менее, работаем с тем, что имеем. Тут больших вариантов, в общем-то, нет. Кстати, увеличение мозга, это не самая оптимальная стратегия для того, чтобы быть умными. Но вот, да, нужно обслуживать социализацию. Если у тебя племя 100 человек или 200, и тебе нужно помнить, кто из них с кем, в каких связях, этими связями правильно пользоваться, играть на всей этой социальной машинке, то тебе нужен довольно сложный мозг, но просто увеличить его, это самый глупый ход. То есть можно было бы как раз увеличивать не весь мозг, а только, например, новую кору, верхний слой мозга и ту ткань, благодаря которой мы делаем все сложные абстрактные решения и размышления. Все, что связано как с социумом, так и с какой-то научной деятельностью. Все эти вещи, это все новая кора. И зачем было растить весь мозг, если можно было обойтись как бы одной только тканью. Но проще, эволюционно проще приобрести такую мутацию, которая задержит этот финал развития мозга. Собственно, когда ученые исследуют разницу между нами и шимпанзе, как вы знаете, она минимальна, там буквально активных генов, там 3-4% разницы между нами. И эти гены интересно исследовать, потому что это как раз все, что я сейчас описываю, я описываю на уровне сравнительной анатомии, но это же самое все можно поймать на уровне генов. Как у нас формируются все эти ноги, таз, мозг, кисть. Все это отлавливается и как бы дополняет антропологию с еще одной стороны. И, соответственно, то, что касается мозга, то у детеныша шимпанзе, когда он развивается в очередной матери, в какой-то момент у вас мозг останавливается. Вот примерно на 400 кубических сантиметров все больше не нужно. Есть гены, которые выключают деление слов клеток в головном мозге и нейронов больше не становится. Все, у вас есть мозг, он считается готовым и целым. Детеныш готов к тому, чтобы еще немножко дозреть и рождаться. У нас есть гены, которые не позволяют в этот момент выключаться стволовым клеткам. То есть детеныш человека также лежит в очевидной матери, у него растет постепенно, мозг увеличивается, делятся клетки активно. И они продолжают делиться. У них нет этого момента, что на каком-то месяце ты должен остановиться. Они после этого еще несколько недель работают, мозг получается гораздо больше. Это эволюционно очень простой ход. То есть если вам нужно, чтобы животное лучше соображало, если у него сложная среда, социальная оказывается, и у вас есть некий отбор на то, чтобы рождались более умные детишки, то вот это вот притормозить гены это очень маленькая мутация, которая очень легко распространится в популяции. То есть чтобы просто выключить тормоз, ну передержать его, чтобы на тормоз нажать не сегодня, а через три недели, это очень простая манипуляция, чисто генетически. Это то, чему легко случится. А вот чтобы разные части мозга у вас развивались с разной скоростью, это сложно достаточно для эволюции. Так тоже иногда бывает в некоторых ветках животных, но это гораздо более сложный длительный эволюционный процесс. У нас с вами вот этот тупо огромный мозг, невыгодный и тяжеловесный, но тем менее хорошо справляющийся с задачами. Это вот такая дань, ну дань эволюции. То есть это самый простой способ, как мы могли бы становиться более развитыми и более сложно скоординированными. Итак, наши с вами предки приобрели большой, сложный, хорошо развитый головной мозг в несколько этапов, как минимум. А мы сейчас с вами стараемся его оптимизировать, чтобы он был такой же рассудочно развитый, но при этом не такой огромный. Здесь, собственно, иллюстрация о том, что есть исследователь по имени Робин Данбер, антрополог. Многие его статьи и книжки содержат в заголовках слова «сплетни». Вообще-то он настоящий классический антрополог, очень хорошего уровня. Он считал толщину новой коры, вот этого самого развитого отдела головного мозга у приматов по отношению ко всему объему мозга. Придумал такой индекс и пользовался им, и искал его связь с чем-нибудь, что в жизни приматов провоцирует более толстую новую кору. У него были две главные ставки, это экология, сложный способ добычи пищи, и это социализация, более сложный способ коммуникации. Как вы уже знаете, понимаете, из всей предыдущей лекции, выиграл второй способ. И Данбер, есть такое число Данбера, это разные значения, которые, средняя численность группы для того или иного вида в связи с толщиной новой коры по отношению к остальному мозгу. То есть, изучая мозг животного, какая группа у него должна быть, сколько, мы предполагаем, особей должно быть. Ну и если там у Шумпанзея должно быть 30-50, то у нас с вами должно быть таких людей примерно 150. Это весь круг общения. В древности это было бы ваше племя, те, с кем вы постоянно живете, вместе ходите на охоту, вместе занимаетесь бытом на стоянках и все такое. В наши с вами дни это семья, друзья, коллеги, ну и какие-то приятели, там, хобби ваши и так далее, кто-то из прошлой жизни оставшийся, из старых этапов. Вот 150 человек это те, с кем вы, ну более-менее постоянно, скорее всего, поддерживаете какое-то общение. Понятно, что мы живем в очень перегруженную информационную эпоху, у кого-то может быть больше приятелей, но у кого-то меньше, меньше даже более вероятное, как бы, превращение, изменение этой цифры. Ну, довольно трудно выдерживать все, что мы с вами делаем, и при этом поддерживать адекватную социальную нагрузку. Но жертвовать ей не стоит, как бы нужно помнить, что это залог некий хорошей работы мозга, залог здоровья и психики, залог здорового, как бы обезьяньего ощущения в нас, что моя группа меня нормально принимает. То есть, совсем пренебрегать социализации, конечно, нельзя. Нужно ее как-то поддерживать. Наш сложный головной мозг, как я уже говорила, да, он сформировался ради сложной социализации, вот хотя бы, чтобы поддерживать 150 связей постоянно, на это наш мозг рассчитан, в общем, как кажется, пока что, что он развивался благодаря питанию, мясом и разным кулинарным способам это мясо обработать, что позволяло нам укорачивать челюсти. Примерно 40 тысяч лет назад люди начинают довольно активно заниматься искусством. В принципе, искусство, скорее всего, более древняя штука. Есть находки и за 160 тысяч лет назад из Бомбас Кейф, и помоложе, там, 180 тысяч лет назад, 70 тысяч лет назад. Есть находки разного уровня, но они все обычно очень грубые и примитивные. И о них можно спорить, искусство это или нет. То есть, если у вас на пластиночке несколько насечек параллельных, вы видите, что их сделал человек, но не факт, что это искусство, он мог от скуки просто сидеть ее там, царапать. Вопрос, конечно, как мы определяем искусство, но я пытаюсь сказать, что надежное, хорошее искусство, такое, что уж точно вы видите, что кто-то нарисован, его нарисовали древние люди, можем приводить в возраст картинки. Вот эта вся сложная история ей вот в районе 40 тысяч лет. Может быть, 40 с небольшим в разных регионах. И когда люди начинают оставлять такие картинки о своей жизни, для ученых начинается новый интересный этап. Потому что мы узнаем, что люди к этому моменту уже разговаривают. Мы, кстати, не знаем точно, когда речь у человека появилась. Самые смелые лингвисты говорят, что уже 500 тысяч лет назад. Более осторожные обычно говорят о 100-200 тысяч лет назад. Я лично склонна больше доверять лингвистам второй школы и быть в той версии, которая считает, что язык сложный, рекурсивный язык, когда вы можете сказать, я же тебя вчера просила в четверг оплатить воду. То есть можно прыгать по временам, по планам и воспоминаниям прямо в одной фразе. Вот эта сложность языковая, я думаю, что она появилась не так давно. Ну и склонна доверять тем лингвистам, которые строят такие модели. Хотя понятно, что какие-то отдельные обозначения, отдельные слова не могли быть задолго до этого. Но это еще не настоящая речь. Хотя опять же, мы вступаем на зыбкую почву гуманитарных дисциплин и что такое искусство, что такое речь. Смотря как мы определим, древность будет разная у этих определений. Как видите, я все время стою на страже того, чтобы все было уже максимально сформировавшееся. Речь уже похожая на рекурсивную речь, как она есть у нас. Искусство такое, что понятно, что изображено. В общем, все, настоящая картинка. Здесь, кстати, показано как раз, как палеозоологи, опираясь на картинки древних людей, восстанавливают, какие виды окружали этих людей разных древних животных, которые на данный момент уже вымерли, но мы находим их кости. И иногда по картинкам можем установить их внешний облик. То есть, например, какого цвета динозавры были, мы никогда, так сказать, еще не узнаем. А вот какие были животные, на которых охотились охотники 40 тысяч лет назад, какого они были цвета, пропорции, вот это все мы можем узнать. Искусство ставит перед учеными много вопросов, то есть, он дает какие-то ответы, вот потому, чтобы восстановить, какой мир окружал человек и как он его воспринимал, это искусство древнее нам позволяет сделать. Но какие-то вещи, зачем оно было нужно? Были ли у него магические, ритуальные какие-то цели? Это все довольно сложные вопросы, на них прямо ответить не получается. Археологи строят разные модели вокруг вот палеолитических картинок древних, но мы никогда до конца не уверены, зачем мы их делали. В общем, некоторые из них, вот лошадь, самая дальняя от меня, рыженькая из леска, на ней нарисована копия, то есть, она нарисована как бы застрельной. И есть ощущение, что, во-первых, на некоторых лошадей, кажется, охотились, их рисовали на стене и имитировали охоту. Может быть, тренировались, а может быть, практиковали магическое мышление в том, что если я сейчас нарисую убитую лошадь, то завтра я смогу пойти и убить ее, то есть, я смогу это сделать. Я делаю как бы такую псевдореальность, чтобы потом сделать ее совсем настоящей. Может быть, это так, пока что мы этого не можем доказать. Но интересно, что искусство такая древняя история, потому что тоже часто складывается впечатление, что искусство это какая-то очень такая молодая вещь. На самом деле, оно гораздо старше чем, например, наука и гораздо дольше сопровождает человека в его истории. Ну и самое последнее, чем я хочу завершить эту лекцию. Мы прошли с вами те три этапа, которые человек в своем марше прогресса преодолел, когда все изменилось. То, о чем я рассказываю, эта история такая строго биологическая. Да, я физический антрополог. Это логично, что я рассказываю биологическую историю. В какой-то момент она изменяется. Мы с вами сейчас не живем на Земле как строго биологические организмы. Во многих популяциях человека нет естественного отбора никакого. Мы хотим, чтобы все выживали гуманно и добры друг к другу. И это, кстати, хорошо, потому что мы так накапливаем разнообразие генов для будущего. Но, тем не менее, дело не в этом. Дело в том, что мы сейчас живем как хозяева какие-то планеты. Не совсем как биологические объекты, не как животные, которые зависят от среды. Мы среду меняем сами, так как нам это нужно. Когда это началось? Около 10 тысяч лет назад. А вот на этой картинке отражена, так называемая, неолитическая революция. В это время люди переходят к земледелию и собирательству и начинают жить на одном месте, заниматься одной и той же землей. Сочиняются легенды, что мы жили на этой земле всегда и наши предки жили всегда. Вся эта мифология появляется этническая. И здесь несколько отмечено темными пятнами точек формирования земледелия на земле. Они отмечены, здесь не отмечены цифрами, просто для удобства автора картинки, я так думаю. Вообще-то самый древний из них имеет цифру 4, участок, так называемый плодородный полумесяц, место, где была домашняя пшеница. Ну, вообще многие культуры, которым мы с вами сейчас активно пользуемся. Потом пятая, шестая и седьмая цифры должны быть. Это зоны лесоводства достаточно интенсивного. Третья зона, моложе всех, то есть потом должны первая и вторая, центральный и южноамериканский центры одомашнивания, там кукурузы, фасоли, картошки, разных других интересных блюд, к которым мы с вами сейчас привыкли, но вообще-то когда-то они были экзотикой, приехали к нам вздалека. И третий центр, он самый молодой, африканский, там используются сорга и проса, там они были одомашнивые, там такое довольно, ну, грубое земледелье, оно, собственно, и до сих пор там практикуется в некоторых регионах, но, как бы, не самое, что ли, передовое, можно сказать. С момента, как люди начали заниматься земледелем скотоводством и стали привязаны к одному месту более-менее, и жизнь очень сильно изменилась. Во-первых, они смогли оставлять гораздо больше потомков. Охотники-собиратели, у них популяция обычно не растут. Если у вас живет племя в любом тропическом каком-то регионе или даже холодном регионе, пускай это будут и венки, у него будет какая-то стабильная численность популяции. Ну, вот тот регион, где мы с вами обитаем, держит, например, 300 человек. У нас будет там два племени по 150, и они не будут сильно расти. У нас иногда будут люди умирать, иногда рождаться, но принципиальная численность будет примерно та же. У охотников-собирателей очень много поведенческих стратегий, которые не дают слишком много заводить детей. У нас должно быть столько людей в племени, сколько мы можем покормить. Нельзя позволить очень много. Земледелия отличается, потому что у нас есть амбар, в амбаре зерно, зерна производится гораздо больше, чем нужно нашей семье, поэтому мы можем позволить себе огромную семью или огромное племя или огромный народ. В общем, мы можем содержать гораздо больше людей теперь. Из этого возникает ряд плюсов и ряд минусов. Возникает, во-первых, социальное расслоение. У вас не будут все заниматься добычей только пищи, появятся еще вожди, жрицы, ученые, музыканты, армия. В общем, много разных структур вы сможете завести, и общество очень усложнится. Оно станет таким сложным, каким мы с вами сейчас привыкли его видеть. Что у людей очень разнообразные профессии, и не большинство людей на Земле занимаются созданием пропитания. Люди заняты многими дисциплинами, и не большая часть из них является земледельцами, или фермерами, или работают в каких-то крупных государственных структурах, обрабатывающих землю. Это, в общем, их не большинство. И эта тенденция ей примерно 10 тысяч лет. Кроме того, люди становятся зависимыми от земледелия, и с ними происходят вещи, которых охотники-собиратели себе не могли представить. Например, у людей бывает авитаминоз из-за скудной однообразной пищи. Например, у людей бывает эпидемия. То, с чем мы с вами все на сегодняшний день уже столкнулись даже и в современном мире, что из-за того, что мы живем скучно, в скоплении, для нас эпидемии это возможное развитие событий. Вообще, в природе не для всех живых организмов вообще возможны эпидемии. Если у вас животные живут маленькими кучками, или они вообще рассеянно отдельно друг от друга, даже если один кто-то заболеет, он, скорее всего, умрет, другие его не найдут и не узнают об этом. Вот если вы живете, у вас 12 миллионов, и живете все друг у друга на головах, да, тогда любая болезнь она становится... Ну, не любая. Многие болезни могут стать массовыми и вообще нанести большой вред. Земледельцы узнают, что такое голод. Тоже на удивление, охотники-собиратели, хотя они питаются подножным кормом, их жизнь грубая и страшна, но тем не менее они питаются очень разнообразно и едят каждый день. У земледельцев это не так. И если урожай не удался, так же, как мы с вами до этого радостно наплодили очень много людей, так же мы теперь можем очень много потерять буквально за пару лет голода. И вот получается, что вся вот эта история с неолитической революцией, она тоже, ну, как я говорила до этого, она имеет свою цену. То есть есть свои плюсы. Мы с вами сейчас живем в очень сложном, технологичном, культурном обществе. Можем позволить себе доброту и гуманизм с одной стороны. Но с другой стороны все это довольно дорого стоило. Все эти приобретения культурные, да, на этот раз, это не биологическая революция, это культурная революция, они стоили, в общем, какую-то свою цену. Есть очень интересные исследования у американского антрополога маршала Саленса, собственно, сколько времени в день тратят охотники-собиратели на добычу пищи, и сколько в день люди, ну, из разных культур, из разных культур земледельцев, современных горожан, просто настроенных. Ну, и вот охотники-собиратели, они больше всех отдыхают и при этом довольно качественно питаются. У них, конечно, есть другие слабости, они живут довольно короткую жизнь, и они не умеют болеть. Если ты охотник-собиратель, ты заболеваешь, скорее всего, ты умрешь. Мы с вами умеем болеть, умеем болеть очень долго, очень эффективно, и жить довольно долгую жизнь с букетом разных болезней. То, что в природе тоже обычно животным недоступно, да, это все наши такие приобретения, изобретения, в общем, тот прогресс, который мы с вами на данный момент смогли получить, к которому смогли прийти. А на этом моя лекция подходит к концу. Я думаю, что я главные стадии наших изменений революционных в деталях более-менее осветила. Если вам нужна будет более подробная информация, то я думаю, что мы приложим в список литературы, в который вы сможете с ней ознакомиться. Всем пока!